здравствуйте друзья у нас светлана снова на канале и светлана для тех кто не знает преподает английский язык в онлайне и живьем еще много чего делает но в данном случае вот нас интересует ее экспертиза в английском и конкретно в той фол это экзамен для поступления в учебные заведения по английскому я так понимаю в университеты да вот но у нас есть вопросы которые ребята задавали и я думаю что может быть мы начнем с этих вопросов а потом может быть я поспрашиваем этом спетлана из опыта что-то расскажет такое что обычно там люди спрашивают из вопросов и что такое чтобы вот так прямо радостно накинуться начнем с того что всем добрый день добрый вечер доброго времени суток и спасибо что оставили вопросы потом его начнем с того что это то фол это экзамен для тех кто хотел был проверить уровень свое знание своего английского языка то есть его можно сдать в любой стране мира и он действует по разным оценкам до двух лет результаты его но лучше постараться на хороший балл сдать я сама сдавала у меня почти там сто четырнадцать или сто пятнадцать баллов было 120 там делится на части определенные за каждую часть нам дают по 20 все таки все таки это чтобы проверить или для того чтобы можно было подавать в учебное заведение ну да и проверите что потом подавать учебное заведение так можно для поступления грубо говоря тебя не возьмут в учебное заведение если ты не парни сдал тольфу но это зависит опять-таки дает дипент скажем так от учебного заведения допустим если это комментика что там не требуется потому что в комментика лишь там требуется только аттестат школьный и все если поступать учиться на пути университет на какую-то там профессию определенную то конечно тоже уже нужно будет хорошо и как вы говорили посмотрите вопросы давайте посмотрим опросы которые задавались по той фл вопрос звучал так какому балу пример соответствует принять термином его терминами вы какие разделы экзамена как потянуть говорение и аудированием при интермиде при интермиде славал и интермиде славал во первых причем с того что то и фл это экзамен комплексный то есть они проверяют конкретно там говорение или что-то еще или в одну сферу проверяет что это чтение там reading потом лысый восприятие восприятие рейдинг написание будет и там еще будет аудирование к этой части тоже относится вот поэтому можно уточнить reading это что он слух должен прочесть или он должен понять понять прочитанный текст что имеется ввиду там дается текст довольно таки сложно нелегкий текст и дается к нему варианты вопросы варианты ответов да по содержанию нужно пройтись и ответить но если это понятно то есть аудиофайл прослушать его и ответить на соответствующие вопросы пройти к это не так легко могу сразу сказать многие на этом заваливаются потому что ошибки составление предложений у многих в этом вот проблемам написание пройдет грамматические грамматические потому что все равно почему-то все по-прежнему забывают правило что в каждом даже не в английском языке должен быть глагол пишут без глагола это ошибки поэтому многие проваливаются таких вот мелочах скажем так и вопрос был как подтянуть вот например как подтянуть говорение аудирование говорила аудирование тогда что значит восприятия на слух у нас уже было лысо ринга в чем отличие лысо ринг аудирование я всегда считал что аудирование восприятие на слух а тут получается вы санюк отдельно нет ни нет они написали как потянуть говорение то есть когда сам человек говорит Аудирование – это когда слушает и потом передает сказанное. Это не ответить, а это послушал и рассказал. Хорошо. Аудирование. Говорение. Во-первых, говорить нужно уметь грамматически правильно. Нужно знать грамматику. Это очень важно. И, во-вторых, словарный запас. Это очень тоже важно. Иметь хороший словарный запас. Как практиковать? То есть это нужно много читать, заниматься. То есть изучать грамматику и знать элементарно хотя бы отличие глагола to be от всех остальных глаголов. Потому что многие до сих пор путают. Потому что в русском языке, понятное дело, такого различия нет. А в английском есть. Аудирование. Как научиться слушать речь? Нужно много, понятное дело, прослушивать. И особенно прослушивать разные акценты. Михаил, вы знаете, да? Вы живете в Америке, знаете, тут много людей с разными акцентами. Постойте, то есть для экзамена важно понимание акцентов? Ну, не то, что акцентов. Нужно понимать, что здесь, это американский, так сказать, это не британский. На аудировании никто не будет говорить слово «wata». Да? «Water». То есть это не будет, допустим, с индийским акцентом человек так? Нет. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Американский, ну, конечно, там будет акцент южный. Южно-африканский. Очень тяжелый. Будет. Да-да-да. И вот мы, допустим, на занятиях, я высылаю диски, и они могут прослушивать эти аудио. И, в основном, у всех проблемы с пониманием, вот именно афроамериканцев, вот черных, скажем, когда black people говорят, никто их не понимает. Потому что вы сами знаете, да, они говорят как рэп. Очень тяжело понять. Да, это специфическое такое. Был какой-то фильм, знаете, я помню там, ну, видимо, это для юмора, так они юморно, но там два афроамериканца разговаривали, там субтитры шли. То есть, понять. Для американской аудитории. Вот-вот, о чем речь. Если сами американцы их не понимают, а как будут понимать их иммигранты, да, иностранцы, для которых английский не является родным языком. Поэтому нужно прослушивать, привыкать. Но, чтобы, конечно, научиться понимать слова, различать в речи, нужно хотя бы их когда-то слышать, либо читать их. Поэтому сразу напрашивается вывод. Что делать? Первое. Читать. Очень много. Заучивать. Некоторые там слова и выражения. И, конечно, грамматику, чтобы понимать, как строится предложение. Потому что нельзя переводить дословно. Как, допустим, мы переводим, ну, допустим, дословно на русский язык. Или то же самое с русского на английский. А вот изучение языка, это все-таки существенно опирается на зубрежку. Вот вы где-то заучивать, вы сказали, да, зазубривать фактически. Нет, зазубрить я не говорю. Нет. Заучивать, допустим, неправильные глаголы. Их нужно выучить, как таблицу умножения. Да. Мы же учим стихи. А почему нельзя выучить таблицу глагола? Потому что люди начинают сразу сочинять. Ой, мне нужна какая-то методика такая-то, такая-то, сякая-то. У меня в школе была обычная, наверное, там постсоветская методика. Уж не Советский Союз был. У нас был вот учебник, вот голова. Все. Учебник и голова. У нас не было никаких аудио. Словарь вообще был один на весь класс. Ой, Господи. Или в библиотеку ходили. Где же это было такое-то? Компьютеров не было. Вы откуда же сами-то? В Москве училась. Ага, так. Один слава. Но тем не менее, там лихие девяностые. Даже учебников уже не хватало на то время. В то время. Но тем не менее, никто же не страдал из того, что не смогли учиться. Ничего страшного. А сейчас у людей столько возможностей. Наоборот, они от разнообразия возможностей начинают уже, не знаю, какие-то методы изучать, которые даже не существуют. Нет. Да, бывает. Метод обычный. Угу. Изучать, читать, много читать. Мне кажется, не наотрять время на всякие там какие-то новшества или что-то еще там придумают. Вот конкретно чтение, просмотр. Даже лучше не просмотр, а прослушивание, чтобы воспринимать на слух речь. А в чем состоит смысл курсов по подготовке к экзамену TOEFL? Вот все-таки есть люди, которые тренируют специфически на TOEFL. Потому что то, что вы говорите, читать, слушать и так далее, это звучит как ответ на вопрос, как выучить английский. А если мы говорим про TOEFL и специфический TOEFL, и вот есть люди, которые готовят к TOEFL, вот вы, например, готовите к TOEFL? Да, да, конечно, готовите. Ну и что вы с ними делаете? Такое, чего бы вы не делали, например, просто по изучению языка. Ну, конечно, мы берем книгу TOEFL в электронном виде, отправляя аудио к ним, и прям готовимся. То есть рассматриваем конкретные варианты. Как, допустим, ЕГЭ сейчас дают, как к нему готовятся. Берут похожие образцы и их, так сказать, разбирают. То же самое, готовимся. Потому что некоторые тесты повторяются, даже иногда. И чтобы человек привык к этой модели. Модель какая, допустим, где в разделе Reading, там идет текст, нелегкий, с сложными словами. Иногда там по биологии слова такие сложные. А зачем биология? А там разные направления, потому что это кодемичная. Это специальная область же как-то. Нет, TOEFL, он для всех, там не делится ни по каким областям. Разница в том, что получается между, допустим, простым английским и академическим в чем? То, что человек, который приходит обучаться, он должен быть готов, что будут сложные слова. То есть там не просто, не уличная, не разговорная речь. Поэтому должен знать и разбираться в этом. Вот поэтому берем этот учебник и его штудируем. Штудируем. Делаем задание. Reading, Writing, Reading, все-все-все. И Listening. Конечно. Listening не так уж легко. Но, как я уже говорил, тренироваться. Мы тренируемся на примерах. И еще очень много заданий, допустим, смотреть и слушать фильмы, новости, news. Допустим, Bloomberg, тот же самый. Там есть множество акцентов. Там можно переключаться, смотреть северное, вот North America. Потом можно смотреть Asian или британский вариант там есть. Europe. Я смотрю американский, я даже не знаю. Там у них подключаются люди из разных мест. В частности, там есть люди, которые на Бритиш говорят, но это все на одном и том же канале. Я смотрю, я не переключаюсь там на Asian или какой-то, а я прям вот один и тут же смотрю там Bloomberg.TV. Я поняла. Потому что вы смотрите трансляцию для Америки, так ведь? Там просто разные репортеры с разных стран. А есть трансляция прям для конкретной страны. Допустим, для Азии. Им же не рассказывают там целый день про Америку. Зачем это им надо? У них свое. И там можно послушать. И там очень интересно, что у них акцент специфический. Даже на английском. Иногда тяжело понять. Но это важно именно для TOEFL или в целом для жизни просто важно? Для жизни, но для TOEFL желательно, конечно, посмотреть, как я уже говорила, как говорят, афроамериканцы. Там очень много. Ну, потому что они же относятся к американской культуре. Куда без них так идти? Ну, хорошо. Есть какие-то, как сказать, специфические для TOEFL, ну, я не знаю, заблуждения, какие-то поверья, которые бы лучше, вот скажем, туда не попадать. Вот какие-то капканы. Я не знаю, что-то такое, где люди путаются в трех соснах, может быть. То есть, фактически, вопрос такой, вот что-то такое, типа, англичане ружья кирпичом не чистят, но вот в отношении TOEFL есть что-то? Угу. То есть, уведомите, так сказать, мифы. Ну, основные проблемы, которые у людей возникают из-за непонимания, концептуально там и так далее. Начну с первой, самой сложной, и сломая такая распространенная ошибка, и проблема – это нехватка словарного запаса. Казалось бы, легкий раздел reading, что, казалось бы, сложно прочитать и ответить на вопросы. Но проблема в том, что ученики, достаточно которых хорошо говорят по-английски, они не понимают некоторые слова. Неудивительно, что же? Там, допустим, было, ну, такие элементарные слова, like procrastination, они даже не знали, что такое. Что такое, они никогда в жизни не встречали, а в тексте это обычное же, это академическое слово. Помните, как он тревогается? По-моему, по-русски говорят прокрастинация, нет? Сейчас в современном русском языке, по телевизору я слышу. Да, ну, я по-русски не слышу, но по-английски это когда человек откладывает дела, постоянно откладывать. Не сегодня, а где-нибудь там, потом. Да, да, типа такого. Поэтому нужно нарабатывать слова, словарный запас. Как нарабатывается чтение? Потому что я говорю, на занятиях у нас должно быть как в тренажерном зале. Человек устает, мышцы болят, здесь должна болеть голова, и вставать голова, болеть язык от разговора, болеть челюсть даже. В конце концов, голова же не кость, мы это знаем. Поболитый пройдет. Так, хорошо. Хорошо. Словарный запас. Итак, значит, затык в словарном запасе дальше. Вот, как я пример, элементарное слово не знали. Второе, когда делают writing, то есть когда письмо делает элементарные ошибки. Но опять-таки, допустим, там было ожидание там написать, что у вас происходит. Сходит там за окном, допустим, описание сделает. Такой легкий пример. И один ученик у нас, парень, он начал мне рассказывать, что у них, допустим, стройка идет. И он говорит, через дорогу строится новая школа. И мне говорят, допустим, Экросвей-стрит, почему-то вообще начинается вот это с этого. И полный набор слов. School build. Я говорю, ну как это school build? Что, школа сама строит что-то там? Совсем забывают про то, что должна быть грамматика. Потому что из-за того, что человек не знает грамматику, он теряет баллы. Потому что writing – это конкретно проверка грамматики, насколько человек знает. Михаил, ну давайте проверим. Ну, то есть он должен был там being built, да, is being built. Да, как будет полное предложение. А как там? Вы же тоже должны пользу извлекать из наших уроков. А так что там, через дорогу строится школа, да, или что? Да, через дорогу строится немножко. There is a school being built, across the street. Можно так сказать, да? Или просто, the new school is being built across the street. Да. It's being built. Забывают про пассивный залог. Абсолютно забывают. Вы знаете, что, я и слов таких не знаю. Я просто сказал там, а это я сейчас чего, пассивным залогом сказал? Да. Пассивный залог, когда действие происходит над объектом. Вот это следующая шкафка, грамматическая. И на этом люди теряют много баллов. Почему-то не обращают на это внимание, но райтинг, вот эта часть, она для того, чтобы проверить грамматику. Листину мы уже разобрали. Более-менее. Еще нормально. Если изучать вот эти... Хохмочки. Вот так скажем, акценты некоторые, да? Потому что вы же сами знаете, что везде по-разному говорят. Допустим, в Калифорнии говорят с одним акцентом. А в Нью-Йорке с другим. В Техасе там у них свой. Яу. Да, что это такое? Это Ю-Ол. Они все там говорят Ю-Ол. Сокращенно. Я не замечал, честно сказать. Ну, может быть, если где-то простые ребята, где-то я даже не знаю. А те, которых я видел, так не говорили. Ну, ничего страшного. Это может быть характерно, но там не для всех. Ну, вот это получает основные, скажем, такие ошибки. И, как я уже говорила, нужно привыкать к этому формату, который там текст. Потом к нему вопросы. Вопросы и вопросы в виде тестов. Вот. Вот это такой формат. Аудио. Прослушивайте. Потом даются вопросы к нему и ответить на эти вопросы. Ничего сложного нет. Райтинг. В разделе «Райтинг» написание. То есть, дается тема и быстренько на нее написать ответы. Там есть такие вопросы, допустим, вообще глупые, казалось бы. Опишите свою любимую игрушку в детстве. Вот это, казалось бы, какая-то ерунда. Ну, вот такой вот вопрос на раздел «Райтинг». Человек должен написать. Обязательно. Ну, хорошо. То есть, мы говорили о том, на что люди натыкаются. А вот, скажем, как сдать экзамен чисто практически. Вот я знаю, что в какое-то время начали его принимать уже и в Москве, там, и в Питере. То есть, можно пойти в какое-то место, где у тебя примут экзамен. Есть такое? Да, места для значения. Как человек узнает, куда ему пойти? Просто на веб-сайте какого-нибудь там все прописано? Да, на TOEFL. Можно посмотреть на их веб-сайте. Напечатать город и записаться на экзамен. Да, практически все наши ученики сдавали в Москве. Живьем надо ходить. Приехали. Ну, сдавали или сдали? Или как? Сдали, сдали. Хорошо. Успешно. А это денег стоит? Хорошо. Да, это платный экзамен. Ну, почем? Ой, когда я сдавал там одна, цена была сто с чем-то долларов или 200 даже. Так. А ученики почем? Сейчас, наверное, уже поменялись цены. Ну, они могут посмотреть, а на веб-сайте есть. Там, наверное, цена еще зависит от страны, если она не универсальная. Есть какая-то организация, которая принимает экзамены или они лицензируют местных каких-то провайдеров, партнеров? Ну, скорее всего, у них местные провайдеры, потому что там же не американцы работают. То есть, фактически это какие-то центры экзаменационные, да? Да. То есть, которые, может быть, даже по самым разным дисциплинам принимают и, может быть, техническим. Есть такие? Ну, возможно, может быть, они там, как, арендуют какие-то классы. Ну, что же, хорошо, ладно. Значит, есть какие-то ресурсы, которые вы можете порекомендовать людям, которые хотят узнать больше? Конечно, можно погуглить, можно на Википедию там пойти. Ну, вот что такое более специфическое и, я бы сказал, яркое. Есть что-то яркое? У вас есть яркая страничка какая-нибудь на веб-сайте? Ну, конечно, там он и посвящен даже Тойфу. Самая первая страница – это все о Тойфу. А это у вас какой веб-сайте? English you say, Jimda.com. Я могу оставить линк. English you say? Ну, давайте. Значит, я туда его поставлю в описании к вашему видео. А чего Jimdo? Это что? Jimdo, что это? Ну, это домен такой был. Этот сайт я еще просто сама давно создала. Как сайт-визитка. English you say – это ваша часть? А Jimdo.com – это какой-то портал, где дают делать странички? Да-да-да. Как Vix и все остальные. Ну, просто самое интересное, что сейчас почему-то веб-сайт уже выходит, так сказать. Не то, что из моды. Из употребления. Люди больше любят социальные сети. У нас в социальных сетях тоже есть. В Фейсбуке. Страничка. Тоже Jimdo? Я скину, оставлю. Там English you say называется. Всю эту информацию размещу. Вот. И есть бесплатные занятия. Люди могут практиковаться. Я там постую каждый день занятия. Датирую каждым днем. И они могут внизу писать комментарии. Так, подождите, вы на YouTube-канале вешаете и туда линкуете или где вы их вывешиваете? Они на главной страничке веб-сайта, в самом низу. Это не видео? Нет, это не видео. Там задание, и человек в комментах пишет. То есть можно бесплатно практиковаться. Почему нет? Главное же практика. Ну хорошо, я не знал, в каком формате. А у вас есть YouTube-канал же, да? А, да-да. Его тоже оставлю. Называется English One USA. То есть вы там тоже как-то по... Тема-то у нас Тойфел. По Тойфелу что-то такое оставляете. Есть про Тойфел разговор? Да, это уже было. Это уже было давно. Я уже давно начала эти видео записывать. Как наши первые чинки начинали сдавать. Как он, 2012 году. Начали приезжать сюда потом. Работать, хорошую работу находить. Ну хорошо, ладно. Друзья, давайте мы Светлану поблагодарим. Если бы вы знали, когда мы пишем этот разговор. У меня на часах сейчас час сорок пять ночи. Вот. И я пришел из гостей. И у меня там видео. Надо еще сделать. Тут у нас еще много дел всяких. Так что давайте мы Свету поблагодарим. Давайте мы еще договоримся, что мы будем периодически делать какие-то такие практические сюжетики. Там типа английский делай раз, делай два. Вот что-то такое взял сегодня и пошел так. Не так, чтобы там буханку тащить, так корочку, так раз. Скушал. Короткие, применяемые, да, для жизни? Ну практически, потому что долго это, как бы сказать, время нужно. И для работающих людей, для занятых людей там хохмочку маленькую взял и там до конца дня там ее пережевывает как-то. Потом другой день там другую хохмочку. Пишите, если какие-то практические вопросы есть, пишите. Мы тогда дадим Светлане возможность отвечать на эти вопросы. Она на самом деле, будучи человеком с опытом, по вашему вопросу сразу видит, насколько это типичная проблема и насколько это массовая проблема. Вот, поэтому все, что классное такое и для многих людей интересно, мы будем выбирать тогда и делать маленькие сюжетики. Правда? Ну давайте говоримте так, наверное, не в комментариях отвечать, а просто видео можете сделать. Нет, нет, в комментариях вопрос, а отвечать так, чтобы уже все могли послушать, посмотреть. Я для вас... Ну а к тому говорю, чтобы не обижались, чтобы мы там не будем всем одно и то же писать. Нет, нет, нет. Я для вас плейлист заведу. Назову его там английский язык и вот будете там удовлетворять. Любопытство наших зрителей по части английского языка. Хорошо, значит, Светочка, давайте мы так помашем ручкой и скажем пока. Всем пока. Оставляйте вопросы, мы сделаем в дальнейшем видео. Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok